Выделяют острую боль и хроническую боль. Острая боль – это короткое по времени проявление боли, но легко найти причину этой боли. Это предупреждение организму о существующей в данный момент опасности органического повреждения или заболевания. Хроническая боль – это боль, которая сохраняется после нормального времени заживления, или как постоянная боль, вызвана состояниями, когда заживление не произошло или приступы проходят, а затем повторяются. Вот тут мы можем посмотреть на картинках чуть-чуть, как кошки могут показывать внешние признаки боли. Тут вот видим на первой картинке, прошу прощения, вот котик спокойненько себе сидит, смотрит, и мы можем заявлять, что у него в принципе ничего не болит. Этот котик после операции, свернувшись с себя клубочком, спит. Тут кошка тоже после операции. Тут, наверное, плохо видно, далеко картинка. Мы видим, какой она позе лежит, и по мордочке мы можем понять, что ей явно нехорошо. И вот этим котикам у них была операция на брюшной поясе, и видим, какой они позе, все сгордившие, глаза у них закрытые, они явно не спят, явно напуганы, что-то болит. И также с черной шкалом. Тут по выражению морды можно определить. То есть мы оцениваем пять показателей. Это уши, глаза, мордочка в общем натяжении, усы и положение головы. То есть тут на первой картинке котик внимательно смотрит, ушки у него рядышком, усы, видите, как расположены усы у него, и мы можем подозревать, что у него все хорошо. Но этот котик выглядит более грустным. У него вот раздвинуты уши, глаза призакрыты, усы опущены, и этому котику явно не здоровится. То есть по глазам и по ушам мы можем это смотреть. Не всегда коты нам прямо так явно показывают, как делать такую мозжечку, но чуть-чуть мы можем заподозрить об этом. Было очень интересное исследование, если мы немножечко обойдем поговорим. Врачи, собралась группа экспертов, пригласили 50 врачей, пришло 19 экспертов врачей, были практикующие врачи, были профессора, и были в разных специализациях, были специалисты в кошачьей медицине, были анестезиологи, были дефрологи, то есть разные специальности. И попросили выделить группы, по их мнению, какие самые болезненные состояния у кошек. И 15-19 экспертов сказали, что боли вызывают какие-то ортопедические состояния, это заболевания суставов, переломы. 13 согласились, что это новообразование, особенностью саркома. Также 13 только же согласились на том, что это заболевания связаны с мочевыводящими путями, это цистит, обструкция мочеточников, уретры. Танкреатит, меньшее количество согласилось на то, что увеит, может вызвать боль. Стоматологические заболевания, переломы зубов, стоматиты, общая травма и хирургическая боль. И менее 5 предположили, что боль может вызвать перитонит, воспаление брюшины, диабет, заболение кишечника, инородное тело, позвоночные заболевания диска, позвоночного диска, тромбоэмболия, неврологическая боль, рестеральные заболевания или укусы. И в ходе исследований также они определили 25 признаков боли у кошек. Кошка, которой больно, она не боится вылизываться, она не захочет двигаться, у неё будет нарушена походка, на неё будет трудно прыгать, она будет вылизывать область, которая не болит, она может прятаться, будет скрытной, хромать, избегать ярких мест, не будет кушать, не будет общаться с людьми, будет мяукать, плакать, закрывать глаза, будет у неё изменение в весе, у неё будет чаще биться сердце, голова будет опущенная, будет у неё мигание, блефороспазм, она будет по-другому кушать, то есть тоже будут какие-то определённые изменения, допустим, тоже голодать больно будет, жевать больно, не будет играть, будет рычать, темперамент поменяется, будет горминная спина, напряжённая поза во время мочеспускания, она будет вздрагивать хвостом, реакция на вздрагивание будет, ну и снижение активности. То есть это какие-то основные вот такие вот, что мы можем заподозрить у кошек. И мы поговорим про контроль боли, и вот эти же эксперты, они сошлись на том, что есть три основные признака острой боли у кошки. Это одышка, расширение зрачка и блефороспазм, то есть мигание глаза. Острая боль может возникнуть при панкреатитах, при желудочно-кишечных заболеваниях, заболеваниях, заболеваниями нижнего мочевыводящих путей, новообразованиях, травмах или после операции. Хроническая боль часто ассоциируется с проблемами с суставами, с костями, с новообразованиями или заболеваниями родовой полости. Важно понимать, что боль производит нежелательные физиологические ответы, которые мешают заживлению ран и восстановлению, и связаны с повышенной возможностью осложнений и смертностью. Поэтому очень важен контроль боли. По поводу хронической боли очень сложно интерпретировать. Кошки могут неохотно двигаться, прыгать или быть более раздражительными, одинокими, агрессивными по отношению к владельцам и другим животным. Изменения в еде могут быть или отказ от обычных привычек. То есть кошка не встречает владельца. Допустим, вечером кошка привыкла запрыгивать на руки владельцу, и так они сидят. Любые какие-то изменения в привычном ее поведении. Критикостироды часто использовали, и считается, что при действительном использовании у них очень много побочных эффектов, особенно у кошек, в которых уже есть какие-то хронические заболевания. То есть это почки, больные почки, печень или другие системные заболевания. Нестеродные противовоспалительные средства используются для обезболивающих целей, но побочные явления должны быть довольно-таки серьезными, и не нужно самим их использовать, а только после консультации с врачом, потому что там могут быть разные дозировки в конкретном определенных случаях. И такой вот интересный вопрос мы затронем, это анестезия, это наркоз. Возраст, сам по себе не повод бояться или избегать анестезии. Важно тщательно осмотреть животное, продиагностировать для того, чтобы минимизировать риски, связанные с ведением анестетика, анестезии и последующим восстановлением. Полный медицинский осмотр, и должно быть обязательно перед каждым наркозом, и минимальное диагностическое тестирование. Это в основном у всех котов старшего возраста, это УЗИ сердца, это рентген, это почечный профиль анализа крови и измерение давления, то есть такое минимум, которое необходимо проводить пожилым кошкам. Обычно используется у пожилых кошек комбинация препаратов, для того, чтобы использовать более низкие дозировки отдельного препарата, и тем самым мы можем ограничить побочные эффекты. Препараты вводятся на анестезию медленно и снижают риск осмотки дыхания. Все пожилые кошки, но в основном все животные во время анестезии, во время наркоза, операции, должны иметь эндотерфиальные трубки, для того, чтобы страховать открытые дыхательные пути, и если в труб произойдет осмотка дыхания, для того, чтобы можно было искусственно вентилировать легкие. Внутривенный катетер тоже должен быть у каждого животного в анестезии. Он обеспечивает доступ в кровь сразу же, облегчает введение жидкости, для того, чтобы поддержать адекватную перфузию тканей. Так как во время анестезии у нас может падать давление, и с помощью введения жидкости мы можем контролировать давление, этим поднимая. Недостаточная перфузия, то есть давление, может привести к нарушению функции почек, замедлению метаболизма лекарств и более серьезному осложнению. Но если вводить очень много жидкости, это может вызвать легочную гипертензию, повышенное давление в легких, особенно у пациентов с проблемами с сердцем и с почками. То есть нужно быть аккуратными с этим. Оценка артериального давления. Мы можем проводить тамнометрию во время операции. Это дает нам информацию о кровоснабжении жизненно важных органов. Дополнительно можно использовать электрокардиографию, монитор и пульсоксиметр. Пациентов под наркозом необходимо различать на столах с подогревом. Можно вложить утепленные одеялки для того, чтобы минимизировать потерю тепла при амстезии в поднаркозном периоде. То есть если какие-то такие минимальные, использовать такие рекомендации, то наркоз будет минимально отразиться на организме, но плюсы, процедуры, которые будут проведенные в наркозе, улучшат качество жизни кошки. И сейчас мы поговорим о том, что необходимо пожилой кошке, вообще всем кошек, особенно пожилым кошкам. То есть у кошек есть пять ключевых ресурсов. Это вода, это питание, это лоток, туалет, социальное взаимодействие, то есть связь с владельцами, с другими животными, место для отдыха, сна и также кошки. У кошек обязательно должно быть место, где они могут спрятаться. То есть у вас должно быть в квартире место, шкаф, например, куда кошка может спрятаться, и вы ни в коем случае не должны туда залазить, успокоить кошку. То есть она должна знать, что в этом месте она может скрыться и побыть одна. И поговорим про питание. Кошек необходимо кормить небольшими порциями. Важно увеличить потребление воды. Предпочтение отдавать влажным кормам, так как они больше содержат воды. Пожилые кошки склонны к обезвоживанию. Изменения в диете, особенно резки, могут изменить кишечную флору, может привести к расстройству, к рвоте или потере аппетита. Изменения в еде вносятся в течение нескольких недель или месяцов у некоторых кошек даже. Можно использовать добавление витаминов группы B и обязательно контролировать ожирение и потерю веса. Тут был вопрос, нужно ли заставлять кошки ком на целый день в мисочке сухой. Да, абсолютно на сутки можно, конечно. Вопрос, что могу сказать о препарате Медисон. Подходит ли он как комбинирован седативный старым кошкам? Я не анестезиолог, я терапевт, не хирург. Я далека, к сожалению, от хирургии. Но, насколько я знаю, я не слышала, чтобы он у нас использовал этот препарат. Поэтому я утрудняюсь ответить на этот вопрос. Если что, если я могу уточнить у наших анестезиологов, там в конце будет моя электронная почта. Вы можете мне написать, я точню у наших анестезиологов и могу вам потом отписаться. К сожалению, я не знаю, мы не слышала, чтобы его использовали. Так, какие еще бывают особенности кормления? Важно предлагать кошке ее любимую еду. Так как кошки с возраста склонны к потере аппетита, снижению аппетита, кошка должна есть ее любимую еду. Необходимо кормление широких мелких мисок. Есть фактор, что кошки могут не пить воду, не есть, если миска, если миски касаются их усы. Поэтому, вот, приписывая на такой вариант миски, это, наверное, идеально для кошки. Можно подогревать пищу, она будет лучше пахнуть. И спроцировать аппетит. Использовать свежие продукты. Опять же, если корм в сутки сухой наклоняется миски, ничего страшного. Должна быть тихая обстановка. Можно гладить кошку во время кормления, если ей это нравится. Опять же, если она начинает рычать, то отойдите лучше. Ветеринарные диеты. Используется до стабилизации состояния при каком-то определенном проблеме кошек. И важно понимать, что в больной кошке лучше есть что-то, чем ничего не есть. Так, был вопрос, какой корм может давать пожилой кошке после панкреатита. Конечно же, лучше поговорить с вашим личным врачом, но обычно можно использовать, я знаю, что в рояле, мы часто назначаем пациентам, есть сенсибл, по-моему, они называются, корма, они тоже идут диетически, но не как диеты. И если, в принципе, вот таким вот кошкам, я бы даже, может быть, давала и обычный корм, обычно сбалансированный рацион. Сколько часов влажный корм может находиться в миске? Ну, я думаю, там, ну, в идеале, чтобы он долго не находился. То есть наложили немножко, кошка поет. То есть вот влажный корм лучше не оставлять на сутки. Если кот не пьет почти и имеет проблемы с почками, введение подкожного раствора рингера может ли заменить питье? Кот нормально приносит процедуру. Смотря в каких объемах. То есть тут опять же вопрос. Да, вот обычно это может заменить, но нужно высчитать количество употребляемой жидкости. Попробуйте, если влажные диеты, то есть можно даже брать влажные корма, на 2 лет туда воду размешивать, делать такой, как суп. Или сухой корм размачивать, тоже дополнительное потребление воды. Так, может ли корм влажный пролежать 2 часа? Ну, честно вам скажу, у меня дома лежит корм влажный 2 часа. Ну, кот потом ест нормально, да. Ну, и думаю, 2 часа полежит. Питание должно базироваться на обычных привычках. То есть, если вы, допустим, там, сегодня послушаете лекцию, да, или там что-то еще вам расскажет, не должно вы прямо сейчас бежать домой и менять определенные привычки кота. Нет, коты могут вам сказать, фу, я не буду это делать, и устрою голодовку. Важно понимать количество потребляемой пищи в стандартных единицах. То есть, нужно посмотреть, сколько кот ест в граммах или в стандартных стаканах разных производителей. График кормления, то есть, если кошка приплезет 2 раза в день, или кошка ест по чуть-чуть, но часто, или, смотря какой у кошки аппетит. То есть, она может прям набрасываться на еду и все съедать. Может быть, хороший аппетит, может быть, великолепный аппетит. Ну, то есть, разный аппетит, это зависит уже от питания кошки. Когда вам будут назначать питание, важно оценить физическое обследование, что значит массу тела, оценка состояния, као, качество шерсти, дополнительные обычные параметры. Не любят размоченный корм, котик. Да, я вам сочувствую, у меня тоже кошка моя старая не ест, поэтому, ну, да, подкожно-рингер, и, возможно, поговорите с вашим врачом по поводу установки стома этой трубки. Так, как насчет периодической 1-2-3 недели инфизионной терапии, поддерживающей кошки 19-21 год? Неплохо. Если у вас есть возможность подкожно подкалывать растворы, неплохо, да. Старые кошки мало пьют, если она нормально ориентирована на эту процедуру, то она не кричит, и, в принципе, да, можно этого делать, это было бы неплохо. Но мы с вами все дальше поговорим, будет, по-моему, следующий слайд, про то, как мы можем увеличить потребление воды кошки. Ну, свои кошки я делаю подкожно-растворы рингера вот сейчас. Если владелец решил перевести старого кота с натурального кормления на сухой корм, могут ли быть последствия в таком случае? Любое питание, то есть его перевелить кота с куриного корма на рыбный корм, могут быть последствия. Если кот кушает сухо, ну, с удовольствием начал ест сухой корм, то почему бы нет? Это даже, мне кажется, лучше. Ну, опять же, это могут быть, как обычные желудочно-кречные расстройства, рота, понос. Вот, вот тут вопрос задали, можно ли животные подбирать корм для пожилых. Вот сейчас как раз мы это будем обсуждать. Диеты для кашек должны быть очень вкусными, богатые калием, неподкисляющими, легко усваиваться и должны содержать белок. Высокая биологическая ценность. Не все диеты, помеченные как пожилые диеты, соответствуют этим критериям. Пищевой статус и диетические изменения должны оцениваться на индивидуальной основе, то есть в конкретном случае. Имения в диете могут быть необходимы для пожилой кошки в хорошем состоянии при полноценном сбарансированном питании. Тем не менее, возраст является фактором риска для мочекаменной болезни, особенно для кальция к салата. Кошки, которые потребляют подкисляющий корм, должны прийти на корма, которая поддержит более нейтральный порошок мочи. Вода. Опять же, если, наверное, чуть-чуть расскажу еще про вопрос. Если кошка ест, например, я не знаю, какой-то корм для стерилизованных, и она его прекрасно ест, и она при этом хорошо выглядит, у нее красивая шерсть, у нее нормально все со стулом, нет необходимости кошку проводить на диету 12+, например. Если кошка, например, ест акану обычную, то то же самое, нет необходимости в этом, смотря как она выглядит. Вода. Должно быть адекватное потребление воды. Кошки, в основном все пожилые кошки, предрасположены к обезвоживанию, и потребление должно быть усилено, предоставлением воды в стаканах, или, ну, допустим, мой кот, вот обычный вот стакан, он любит очень за стакан пить воду. Я, ну, оставляю на пункте возле кровати стакан с водой, специально для него он у него пьет. То есть у кошек бывают свои чуть-чуть предпочтения. Или многие кошки любят пить проточную воду из-под крана, или вот такого вот плана, как фонтанчики, очень удобные. Многие у нас владельцы у них перешли. Также кошки могут пить ароматизированную воду. Можно добавлять кубики льда из куриного или рыбного бульона. Еще такой, как лайфхак. Есть, продают стунец, собственно, в соку. И эта вот жидкость там есть. Можно добавлять воду, и тоже кошки с удовольствием ее пьют. Миски для питья должны быть широкими. Опять же, что пусы не касались. И важно размещать несколько мисок по дому, в разных комнатах, для того, чтобы кошка чаще пила воду. Нет никаких доказательств того, что специальные пожилые диеты необходимы, если кошка здорова и потребляет спалансированные полноценные ракуа. То, что я ему говорила. Многие корма для кошек сформулированы для предотвращения образования кристаллов струитов. То есть молодые кошки склонны к образованию струитов. Мочекаменная болезнь. Соответственно, они могут способствовать образованию кислотокальция. Нужны диеты, которые не горячимы магнием и поддерживают нейтральный паш мочи. Если нужно менять диету, приходим за 1-2 недели. Важно подмешивать корм. То есть, грубо говоря, сегодня вы дали 90% старого корма, 10% нового. И так за пару недель нужно перейти на 100% новый корм. Активность часто уменьшается и нужно меньшее количество калорий. Обычно на кормах написано, в зависимости от активности, сколько должны кушать коты. Нету каких-то данных про то, что пожилые кошки должны есть меньше белка. Но если сравнить кошек с другими животными, с людьми, с собаками, то кошки имеют большую потребность в белке. Поэтому нежелательно охраничивать белок. Если кошка ест, опять же, хороший корм, то нет необходимости в дополнительных витаминах или минеральных добавках. Если питание несбалансированное, то проще перейти на другой корм, чем исправить недостатки предыдущего. То есть, если кошка ела на натуральном питании, и видно, что там не хватает каких-то веществ, то проще перейти на сухой корм, чем добавлять какие-то витамины и добавки. Антиоксиданты могут замедлять прогрессивание нормальных процессов старения, но никаких преимуществ в литературе не было задокументировано. Но все антиоксиданты уже присутствуют в продуктах для кошек, поэтому дополнительно их не используют. Больные, пожилые кошки. Если у кошки есть проблемы с зубами, то тогда кошку нужно привести на влажные консервы. При новодрозованиях конкретных диет нету, корма должна быть легкоперевариваемой, вкусной, питательные вещества, что поможет кошке поддержать запас питательных веществ. Нужно, чтобы там в кормах было повышенное количество аргинина, витаминокислот, мегажирнокислот, таурина. Но обычно во всех кормах это все присутствует, в хороших, качественных кормах. При сахарном диабете нам важно поддерживать оптимальное состояние тела. Для того, чтобы минимизировать колебания глюкозы в крови, рекомендуются диеты с низким стяжением простых сахаров. Роль пищевых волокон в лечении диабета спорна, недопазона, к сожалению. И поговорим про диеты при болезнях почек. Раньше считалось, что кошек болезненными почками, почек важно ограничивать в белке. По последним рекомендациям, намного важнее ограничение в фосфоре, чем ограничение в белка. Это поможет замедлить прогрессирование заболевания почек. Рекомендации по укреплению белка в пациентах с уремией, то есть когда мы видим рвоту, расстройства, плохие показатели крови, он основан на том, что это уменьшит производство азотических отходов, то есть белок при разрушении может производить азотические отходы и ухудшать клинические признаки. Может вызывать отсутствие аппетитом, нервоту, язву во рту, вялость, потерю веса. Но нет никаких доказательств исследований, что такой эффект достигается у кошек или что потребление диеты с органическим содержанием белка замедляет прогрессирование болезни почек. Не нужно ограничивать кошку в белке, если нет клинических признаков или если у кошки не умерена азотемия, например, чуть-чуть повышен креатин или мочевина в крови. Снижение калийца встречается у пожилых кошек, особенно с почвой недостаточностью. Богатые на калий, неподкисляющие диеты следует использовать для контроля гипокалимии. Дополнительно используемый добавок калия для кошек с физикой болезнью почек не рекомендуется, только по показаниям врача. И сейчас поговорим о стимуляции аппетита у кошек. Нужно кошке пробовать предлагать еду понемногу и часто от 4 до 6 приемов пищи в день и выбрать тихое место, чтобы кошка не отвлекалась на шум, активность. Экспериментировать с разной едой. Опять же, менять курицу на рыбу, все что угодно. Изменить, может быть, тип миски кошки, кошки в широкую, как мы уже говорили. Прилагать ко пищу при комнатной температуре, немножечко разогревая до температуры, чуть ниже температуры тела. Так, смотрю, вопросы. Ну, опять же, если кошка всю жизнь пила воду из-под крана, нужно ли привести кошку на лучшую воду? Ну, в идеале, да. Но, опять же, нам важнее, чтобы кошка что-то пила, чем кошка не будет вообще пить. Поэтому, если попробовать, попробуйте взять фонтанчик, то есть оно делает такую иллюзию как бы текущей воды. И, ну, я думаю, что попробовать можно, но не настаивать на этом. Как приучить кота пить воду с миски, если он любит пить только из-под крана? Чисто не хочет вообще вот из-под крана замилый душу. Ну, попробуйте фонтанчик. Опять же, попробуйте фонтанчик. Вот это должно помогать. Может быть, какие драматизаторы, но если он привык, если фонтанчик не подойдет, то пускай уже такую воду пьет. Стоит ли позволять нечастые угощения в виде тунца, кусочка сыра и так далее? Я грешу, это своим котом, честно скажу. Все нужно делать аккуратно, то есть определенные взрослые, то есть сыры. То есть не должны быть сыры с пресенью, дорогие, которые элитные стоят. Ну, лучше бы я, наверное, если бы вы всю жизнь подкармливаете этими продуктами, то небольшими кусочками можно. Но если бы на старости лету кошек решили попробовать едать что-то, то я бы такого не делала. Кроме против тунца, курицы, индюшки, телятины, нежурного творожка, я ничего не имею против. Но сыр, да, колбасу нежелательно. Так, по поводу белка. Сейчас мы потом еще ответим на этот вопрос. Сейчас я сохраню этот вопрос в заметке. По поводу белка тоже поговорим еще. Предлагать еду, а, там уже говорили, все, дальше. Пробовать разные консистенции предлагаемой еды. То есть если кошка ела всю жизнь сухой корм, я сказала, попробуйте влажный корм. Или наоборот. Можно, ну, то, что я вам говорила, добавлять воды. Но, опять же, не все кошки склонны этого, склонны тогда вот пить воду. Пить есть еду. Можно приподнимать миски вот в таком приблизительно плане над поверхностью. Если у кошки есть какие-то стератриты, поражающие шею, ей будет проще кушать. Использование свежей пищи не оставлять более часа, ну, максимум два. Ну, то есть, ну, больше двух я бы не оставляла. Разговоры и поглаживание могут увеличить аппетит, ну, когда не с руки. И считается, что соблазнить кошку, чтобы она поела, это больше искусство, чем наука. Важно понимать то, что пожилые кошки, у них есть изменение в объеме, распределении состава организма, и поэтому требуют коррекцию доз. Количество препарата и выход препарата из организма, он будет уменьшаться с возрастом. Поэтому вот если вы раньше использовали препарат в одной дозировке, и вот, допустим, когда та же проблема возникла, то лучше поговорить с вашим врачом, возможно, он уменьшит тассировку. И что мы делаем дома с кошкой? По поводу грунинга, то, что был вопрос про когтей, еженеделю нужно поедать когти. Они физически уже не так склонны мышцы забирать когти, и они могут цепляться об мебель, об ковры, и могут врастать подушечки. Удаление кошки чистоплотные, и с возрастом они меньше за собой ухаживают, но у них могут быть выделения вокруг глаз, носа или заднего прохода, и необходимо их убирать. Можно просто брать кусочек ватки, ватного спонжика, можно просто водички смачивать. Также кошек нужно расчесывать, чтобы у них не было колтунов. Трихобизары – это шарики шерсти, которые кошка глотает. Часто бывает у пожилых кошек. Поэтому можно использовать дополнительные добавки. Это такие, как паста Мальцовт. Обычно коты их с удовольствием едят, даже в этой пасте можно давать кошке таблетки. Если есть несколько этажей в доме, необходимо доступ ко всем важным ресурсам – вода, еда, лежанка, туалет – сделать на одном уровне. Ламинированные клеточные деревянные полы могут быть скользкими. Кошки могут быть неустойчивыми, и они могут из-за этого не ходить, не бегать. Ковры с раздраженной ворсой более удобные, чем ворсисты. Можно даже сделать дорожки по всему, по дому, по дороге, по которой ходит кошка, чтобы она могла комфортно ходить. То, что вот про когтеточки. Да, кошки должны использовать когтеточки. Там был вопрос. Но они могут не использовать вертикальные как-то точки из-за проблем с суставами. Поэтому можно использовать такие горизонтальные, такого плана или такого. Она может удовлетворить эту потребность кошек, которые еще любят царапаться, и плюс упражнения для мышц передней конечности. Для кошек, которые висели на подоконниках или других возвышенностях, прыжки могут оказаться затрудненными. Можно придумать ступеньки или пантусы. Например, вот эта картинка с дома родителей. Кошка всю жизнь любила прыгать на шкаф, и со временем родители заметили, что у нее это не получается, долго перед ним кричит. И они придумали такую вот подставочку, ступенечку, и кошечка спокойно запрыгивает сюда, и потом на шкаф уже запрыгивает. Тоже дома можно спокойно придумать. Если кошка любит спать на подоконниках или на каких-то возвышенностях узких, желательно поместить что-то внизу мягкое. Если кошка поделит равновесие упадет, чтобы ей было мягко падать. Использовать открытые лотки с низкими бортиками, но они должны быть прочно закреплены, и чтобы они не прокидывались на кошку. И вот, допустим, продаются такие полиэтиленовые подкладки под напомнили кота, чтобы взять удобно было собрать то, что кот там написал, и выкинуть. Их лучше не использовать, потому что кошки за них могут стекляться. Так, вопросы сейчас посмотрим. Не всегда. Тут вопрос есть. Курица является причиной поваления аллергических реакций? Не всегда. Курица является... Ну, как, даже не так. Не у всех животных есть аллергия на курице. Поэтому во всех, в основном, кормах содержится курица. Поэтому в конкретном случае нужно. Да. Игры. Ну, не стоит забывать про игры у пожилых кошек. Мы там дальше посмотрим видео про то, что игрушки большего размера полезны. Кошка может лечь на бок, хватать игрушку передними лапами и пихать задними нанами. Отличное упражнение для задних мышц и идеальная игрушка для удара. И в основном кошкам всем такое нравится. Старым кошкам также понравится идея обследовать коробку. Но им может не хватать ловкости, прыжков, для того, чтобы запрыгнуть туда и посмотреть. Вот мы дома сделали такую коробку для кота. Делали ему дверку. Он туда заходит, лежит, исследует. Ему нравится. Сумки-носители или бумажный пакет могут тоже предоставлять удовольствие кошке. Их тоже можно использовать. Но важно обрезать ручки, чтобы кошка в них не запутывалась. И сейчас посмотрим видео. Сейчас, минутку. Это видео взятое из интернета. Просто вот как кошки играют. Видите, как она активно двигается? Вот. То есть, она дополнительно еще тренирует мышцы ног, что тоже очень полезно. И сейчас еще одно видео покажу вам. Это мой код. Тут что-то плохого качества видео. Мой код ленивый. Он молодой, но ленивый. Но у старых кошечек тоже можно такие использовать игрушки. Как заинтересовать кошку? Ну, дополнительное движение для передних лап. Можно и может поднимать задними лапами. Будет играться. Тут был вопрос у Полины. Я прошу прощения. Что можно предложить незрячим кошкам? Конкретно в чем? В питании, в играх? Я немножечко просто не поняла. Можете уточнить? В играх. Ну, с этим сложно. Можно использовать какие-то звуковые игры. То есть, опять же, мягкие игрушки, которые издают какие-то звуки. Ну, посмотреть именно, в которые игры на звук реагируют. Вот, я знаю, видела игрушки, вот такие, как на этом видео. Большие игрушки. И так, когда кошка... Знаете, как для собак. Когда собака сжимает зубами, оно звуки дает. Можно попробовать такое? Или, знаете, шуршащие, что-то такое. Я бы, наверное, такое что-то испортила, вот эта корова была. Или, опять же, вот эта игрушка, там мячики не сдают звук определенный. Тоже должны понравиться кошке. И поговорим немножко про вакцинацию. Рекомендуется делать вакцинацию вот таких заболеваний, как пангикопения, герпес, калицивироз. Это обязательные вакцинации, дополнительные. Это бешенство, хламидиоз и лейкоз. В нашей стране бешенство тоже относится к обязательным прививкам. Всемирная организация инфекционистов рекомендует ревакцинировать взрослых кошек с низким риском заражения с интервалом 3 года или даже больше. Для кошек с высоким риском заражения можно использовать вакцины не от пангикопении, не чаще, чем один раз в 3 года. А вакцины против калицивироза и герпес вируса по-прежнему ежегодно. Не существует, к сожалению, у нас в стране вакцин чисто от пангикопении или чисто от калицивироза и герпеса. То есть это все комплексные вакцины. Еще поговорим. Если кошка никогда не была вакцинирована вообще, в каком возрасте безопасно это делать впервые и стоит ли? Какой возраст у кошечки? Ну, пожилая, да, она уже? 21 год. Ну, честно, я бы оставила кошку в покое. Ну, нет, у нее, наверное, и своих проблем хватает. Ну, я не думаю, что нет. Я бы не вакцинировала такую кошку. Кто-то может ли сделать с гиперактивной кошкой в квартире? У вас 20-летняя кошка гиперактивная? Я вам, конечно, завидую. Это очень редко бывает, но, наверное, больше уделяйте времени, внимания и, ну, конечно же, исключить какие-то другие причины, продиагностировать, сдать ее хотя бы к рот, посмотреть причины гиперактивности. На пивак дукат в Украину выходят или не завозят? Нет, пока в Украине нет, к сожалению. После 15, ну, кошку от 15 до, там, по 17 я бы, наверное, один раз вакцинировала. Ну, один раз, но я бы вакцинировала ее, наверное, раз в 2-3 года. То есть не каждый год. К сожалению, вот то, что вот спрашивали про саркому, вакцины любого типа и, к сожалению, инъекции, любые инъекции и особенно вакцины, являются одним из классов, которые могут вызывать послеинъекционную саркому. Это ли саркома на месте инъекции. Особенно вакцина против лейкоза и беженства. То есть мы можем видеть, обычно холят в холку вакцину, вот в эту область. Видимо, такие небольшие, даже такие большие новообразования. По последним рекомендациям, мы в клинике у нас, и многие тоже, я знаю, вакцинируют кошек в область задних лапок, можно вакцинировать в область хвоста. Это не профилактирует развитие остеосаркомы, но если вдруг она возникнет, то проще. Просто в чём суть? Мы удаляем вот это образование с очень большим захватом тканей. И там уже тут грудная клетка, лёгкий сердце, там нечего удалить. Если мы вакцинируем заднюю поверхность, дистальную конечность лапки, там прямо под коленкой, то мы можем, если вдруг такое возникнет, удалить лапку, кошка на трёх лапках может спокойно сакакать себе. После где-то лет 12, 10-12, я бы, тут был вопрос, прошу прощения, если кота вакцинируем каждый год 7 лет, то продолжать ли или уже после 10 уменьшить периодичность? Я бы после где-то 10-12, я бы раз через год его вакцинировала. Вот, как раз об этом сейчас скажу. Некоторые исследования показывают, что иммунная система пожилых кошек не так эффективна, чем у молодых животных, может говорить о том, что пожилые кошки могут быть более восприимчивы к болезням и, следовательно, требуют ежегодных прививок. Но другие предполагают, что необоснованы такие заявления, мало информации, и предполагают, что ежегодная ревакцинация кошек необходима для некоторых заболеваний, поскольку иммунитет ко многим вирусам вероятность сохраняется в течение жизни животного. То есть тут такого уже одного мнения нет. И есть информация, что после введения вакцины кошки могут подвергаться воздействию антигена, то есть то, что находится в вакцине, и развивать иммунный ответ. А иммунный ответ – это от антитела, это белок. И белок антигена связывается с антогенной тканью почек, внутренней тканью почек, и поэтому кошки могут провоцировать антитела, и сами эти иммунные комплексы могут повреждать почку, хотя обычно связано с холомиолонефритом. Но у кошек с хронической болезнью почек чаще, гидиологически, были изменения, как другие немножко изменения. Поэтому вопрос до сих пор еще спорят, насколько выражено влияние вакцины на почек, но нет каких-то однозначных рекомендаций. Не стоит забывать про обработки от паразитов, от внутренних паразитов – это круглые, ленточные листы, черви, нематоды. Нужно профилактически обрабатывать каждый день в 3 месяца, то есть это зависит, что кошка кушает – сухой корм, или иногда кушает курицу. Внешние паразиты – блохи, клещи – желательно обработать каждый месяц. Есть много безопасных препаратов, например, как фитристкомба, он полностью безопасен, может комбинироваться с другими лекарствами, которые кошка получает. Поэтому нету противопоказаний, там, хроническая болезнь почек для обработки от блок. Все равно никто блок не отменял. Какими препаратами ВАРТ необходимо обрабатывать? Опять же, есть много препаратов для обработки. Некоторые препараты рекомендовали как полностью безопасные, то есть можно использовать фитрис, можно адвантейдж использовать, можно паблетки от листов использовать. Правда, он недавно появился и, в принципе, очень радует. Но любыми, то не должно быть ни барс, ни барьер, а что-то повыше качество. Да, да, допустим, эти препараты можно же использовать и котятам, они полностью безопасно используются. И зайдем немножко в такой тяжелый вопрос. Это шкала качества жизни. Разработали по шкале. Тут есть 7 пунктов, на которые нужно ответить на вопросы. По каждому этому пункту нужно дать 10 баллов. И считается, что если животное набрало меньше 35 баллов, то считается, что качество жизни у кошки плохое, и ее нужно отпустить или усыпить. У кошек, которые набрали больше 35 баллов, то стоит бороться. И эти пункты такие, как боль, можно ли осуществить контроль боли, включая, насколько кошка хорошо дышит, успешно ли контролируется боль, или требуется ли дополнительный кислород для животного, чтобы облегчить дыхание. Второй пункт – это голод. Достаточно ли кушать животное, требуются ли уговоры, присутствует ли кормление с рук, требуется ли трубка для кормления. Дегидратация, насколько животное обезвожено, используется дополнительное введение жидкости. Гиена, может ли животное ухаживать само за собой, присутствует ли рана или явно на коже. Пятый – это счастье, проявляет ли кошка какой-то интерес, подходит ли животное к окружающим вещам, к семье, встречать ли она или пацана лежит, с игрушками она играет своими или нет. Подавлено ли животное, может ли оно тревожно, выглядит скучающе, забивается ли в вовные уголки, мобильность, может ли животное ходить без посторонной помощи, требуется ли домашнему животному человеческая или механическая помощь, любит ли ходить на прогулки, ходит ли кошка по квартире, например, или есть ли судороги или с потыками. И важно ответить на вопрос, у животного больше хороших дней или плохих дней. И когда здоровая связь между человеком и животным перестает быть возможной, владелец должен быть испределен о том, что конец близок. У меня дома кошка, мне 23 года, и в последнее время она стала хоть сейчас в состоянии, у нее ухудшилась функция почек, она начала тяжело дышать, она перестала есть. И кошка родителей, и я к ним пришла на прошлую неделю, и мы прошлись по этим пунктам. Кошка набрала на 29 баллов из 35, то есть это низкое качество жизни, и по всей рекомендациям ее нужно было усыпить. Но родители не готовы были, и дали ей еще шанс. Но тут вопрос по качеству жизни, насколько кошка, которая постоянно спит, не ест, и мы насильно запихиваем едой, насколько она сейчас счастлива, и насколько хорошим ее качество жизни. То есть это очень сложный вопрос, иногда на него очень сложно дать однозначный ответ и принять сложные решения. Эвтаназия – это акт смерти без боли, это гуманный вариант для кошек, больных или с плохим качеством жизни. Решение важно принимать всей семьей, и важно обсудить заранее, что делать со станками, или кремация, или захоронение. И врач вам должен будет объяснить, как проходят процессы эвтаназии. Голоса могут быть открыты, выпечивание языка, мышечные спазмы, гональное дыхание. Это все может происходить во время эвтаназии, не говорит о том, что животное мучается, это просто нормальные физиологические процессы смерти. Часто на приемах спрашивают, что лучше присутствовать при эвтаназии или нет. Но лично на собственном опыте я бы, наверное, не хотела присутствовать у своей кошки, когда ее будут рассыплять. Психологически это тяжело, а кошка в тот момент не понимает, рядом ли владельцы или нет. Ей обычно в таком состоянии ей очень плохо и борно. Но индивидуально все обсуждается обычно с владельцами. И на этом, наверное, все. По выводам, возраст не является болезнью, как мы уже поняли. Процесс старения вызывает взаимосвязанные метаболические изменения, которые усложняют метаболические обслуживания. Решение должно быть основываться на возрасте пациента, так как многие изменения в организме возможно контролировать. Важно принимать хронические заболевания и когда это возможно предотвращать прогрессирование заболевания, обеспечивая при этом хорошее качество жизни. При профилактике раннее выявление и лечение проблем здоровья, качество жизни для кошек улучшенность. Так, и вот конкретно это моя кошка старая, которая уже плохо себя чувствует. И тут я написала свою почту. Если у вас будет какие-то вопросы, вы сможете мне туда писать. И если будет какие-то объемные вопросы, я тоже попрошу написать мне на почту, чтобы я на них ответила через почту. И еще одно видео это как подружить кошку с переноской. Оно я вам сейчас начну показывать, но оно там длится 5 или 7 минут. Вы можете вот ввести просто International Cat Care в YouTube и вам выбьется доступ на все эти видео. Ну, тут рассказывают, что мягкие подстилки можно ложить. Ну, и положительное вознаграждение вкусняшки. Так, вот я вам ссылочку тут вставила. Можно будет перейти по ней. Так, на этом, наверное, и все. Так, давайте сейчас пройдемся по вопросам. Какие у вас еще вопросы возникли? Был вопрос, насколько критична послеиндукционная саркома в области холки. Обычно это нужно обсуждать с хирургами, но обычно это ведет массивная операция с большим захватом тканей. это очень болезненная процедура. Был вопрос белки. Знакомые кормят кота только вареным филе всю жизнь, 6 лет. Чем это чревато? Кота-хищники, они должны потреблять больше количества белка, но желательно добавлять еще комплексные витамины. Вопрос Если использовать габапентин, можно ли провести рентген без анестезии? Если кот довольно-таки спокойный, редко бывает. Так. Но габапентин разные дозировки используют, и даже дозировка, рекомендую дозировку на 20-30 мг на и мы используем дозировки 100 мг на кота, но обычно все равно они клацают зубами, а там пленка деталь вставляется прямо в рот. Можно пробовать, можете поговорить с вашим врачом, но обычно нет, но обычно астоматология стоит на стадии. И все равно может быть рентгеновский снимок можно будет попробовать сделать, если он спокойный, и большую дозировку габапентина дать, но если ему придется потом чистить зубы, то под петином тоже точно не почистить зубы. Так, был вопрос о пониженном давлении в симптомах. Обычно такое состояние бывает при шоковых кота состояниях или парасердечно-сосудистых проблемах. Обычно кот вялый, кот постоянно спит, может быть и рвоты, и расстройства. Ну, обычно коты поступают в интервью состояние. Так, при спондилите крестового отдела есть ли какие-то рекомендации касаемо обезболивания. Не всегда ясно, когда появляется сильный дискомфорт, но кошка активно скачет по ночам. При спондилите, кстати, можно использовать габапентин, только в низких дозировках где-то 50 мг на килограмм, он полностью безопасен. Допустим, если использовать гестеродные противовоспалительные средства, то они имеют свое влияние на желудочно-кишечный обезболивает. Был вопрос, как научиться чистить зубы коту. Я обучала своего кота львов.